Все вы были свидетелями того, что в Бельцах произошел вопиющий случай, связанный с историей, которая, с одной стороны, просто бытовая история, которая происходит сотни, тысячи каждый день, и в Молдове, и в других странах мира. Но я хотел поговорить о маленьком мальчике из Бельц, которого один пузатый дядя снимал с дерева, строил, заставлял извиняться на камеру и так далее. Вы знаете, это вопиющий случай, когда кто-то решил показать свою силу над маленьким мальчиком. Это видео мне прислали сотни молодых ребят и девчонок из Бельц и из других городов страны, хотя этот случай произошел в Бельцах. Вы знаете, я настолько обрадовался солидарности нашей молодежи, я вам усмест тут урор, когда с факут дистрибует очистить видео, отрезать обязанность, что это мосмедия Дня Републики Молдова. Я, 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 му-а, бухгар, сикар, сэр, за фактом, что тот тенеретом, а сэрит за сприджение этого баята, который не мерирует в этой ситуации. Ам вончарказ, сэр, ось и я, что са случилось там. Да, боецелы нашу, э, и ун боец, фоарте ютэ, Которые, мае мути копии сунт даранжат декопортаменту луи. Дар, сау се кларифика копии интрии. Сау, дака аре чинева врео претензии, треба с ухотараска ку поринси баятоли. Дану ку, дану он гюш батран салежи дин копил. Я узнал о том, что у этого мальчика есть старший брат, который, кстати, вот тот молодой человек красный, вышел и дал морду. И как бы дал морду по-мужски, морально, понятийно, очень правильно. Он дал морду за то, что даже если этот ребенок сделал что-то очень плохое, то вот можно было разбираться с его старшим братом, с его мамой. У него нет отца, хорошо, пусть этот бывший милиционер, у нас примерно там и комплекция одинаковая, животы, по крайней мере, точно. Значит, он может со мной прийти подтолкаться. То есть нет проблем, если у пацана нет отца, это не значит, что кто-то может вытирать об него ноги. Я сегодня переговорил с его мамой. В ближайшие дни увижусь и с мамой, и с ним. Туда приехал один из наших муниципальных советников. Значит, я сказал, чтобы они сегодня уже было поздно. Завтра утром Дима вместе с его мамой. Это семья, которая живет очень тяжело. Я узнал, что у них нет даже холодильника в доме. Завтра мой советник, я передал сумму в 20 тысяч лет, для того, чтобы купили им в дом холодильник, купили пацану обуться, одеться, какие-то хорошие книги. Я Борису, который завтра этим займет, сказал, Боря, вы там сами выбирайте джинсы, майки, тетрадки, рюкзаки для школы, холодильник. Я говорю, мне покажите, пусть, мне интересно завтра, какие книги выберет маленький мальчик Дима, что он захочет прочитать, для того, чтобы не вырасти таким бестолковым, как этот дядя в желтой майке, который снимал его с дерева. Их счастье, что это видео я увидел поздно, то есть это не было там какая-то трансляция онлайн, когда сидит там какая-то еще тетя, там на камеру, проси прощения, тоже мне блогерша. Был бы я там, я бы вместо камер, я телефона с камерами, думаю, выдал бы им дисковые телефоны, чтобы они не были такими популярными блогерами, понимаете? Поэтому, ребят, вот когда есть такая ситуация в стране, вот я обращаюсь сейчас ко всей молодежи, вот такими же дружными и активными, какими вы были сегодня, вот такими вы должны быть всегда, когда в нашей стране происходит что-то неправильно. Вы астас, то-то ва унив, ва унив пентру, ум баят тэнер, пентру, ум купил, камплинит месажи, дела школари, дела студент, здесь, азвоз, отыдя активы на параллу, я таща, врау сававатся, фиц, отыдя активы на паралля, урашилор настры, статилор настры, капиталии настры, и, интригий, интригий церр, и ажа, дако, вы остаёте, тэнара генерации, грижи, де тоатэ Republicа Молдова, остафиц, о генерации, де аур. Я врау, сэм мэндрэск, де, тэнери, дни република Молдова, а нуми пентру факт или лор. Еу, энкодата, брал сэсу блинец. Санта-плату, он лукру урэд, слава дому, ты отца звенья трещ, ка сэну фи спекуласи, дича чест, барбат, ну, есть полиции, есть фосполиции, его там, он уже в милиции, там, полиция работает, не работает более пяти лет. Значит, зарегистрирован материал, жалоба мамы этого мальчика. В фейсбуке говорили, что он живет один с бабушкой, я сегодня говорил с его мамой по телефону. Значит, зарегистрирована жалоба. Значит, им, якобы этот, бывший полицейский продолжает угрожать, что там заберет детей, за то, что там кто-то выпивает и так далее. Послушайте, я буду, контролировать и мониторить лично эту ситуацию. Сейчас я этой семье чем смогу, помогу. Значит, и поверьте мне, прослежу и буду вас держать в курсе, чтобы это все не закончилось, чтобы это все как-то не забылось и чтобы кто-то там не попытался решить вопрос, как это у нас в стране, к сожалению, сегодня часто происходит. Поэтому, виновные за этот инцидент должны ответить. Понимаете, то есть, он мог драться с братом, с дядей, он может подраться со мной, в конце концов, если он такой рамбург, но детей бить нельзя. У нас проблема с тем, что избивают детей в семьях, иногда даже родители, это ужасно, есть очень много случаев, очень много репортажей, но когда чужой человек начинает, чужой человек пусть смотрит за своими. да, я сделаю все возможное, зависящее от меня, чтобы маленький Дима, когда вырастил, не был таким чайником, как этот бывший милиционер. То, что писали в интернете, что на 22 тысячи ли оштрафовали его брат, это тот парень, который дал морду этому нашему рамбисту, значит, это неправда, я говорил с комиссариатом полиции, никто не оштрафовал, они получили материалы, они, естественно, видели видео, благодаря молодежи это видео попало во все СМИ, поэтому ситуация примерно такая. По крайней мере, если нужно будет Диму где-то маленького подкорректировать, поправить, я думаю, что так же, как и со всеми детьми в моей жизни, которые как-то встречались на моем жизни на пути, мы с этой ситуацией разберемся. Поэтому помимо чайника, там, злого соседа, ну, у Димы теперь можете считать, что появился еще один старший брат в моем лице. Поэтому я всегда был открыт для решения тех проблем, которые появлялись, которые появляются. Да, к сожалению, не могу сегодня решить, будучи лишенным определенных ресурсов, я не могу помочь, к сожалению, всем детям страны. Но я сколько лет буду жить, столько лет я буду помогать. Для меня все дети в этом мире равны. пойду. Продолжение следует...